Блин, в всей школе меня называют броком, леймом, меня это так достало, я хочу быть тоже модным, тоже на фэшн, тоже демоном, как же хорошо, что мне мамочка дала денег на новые кроссовочки и одежду, ай-яй-яй, одежда, я думаю, подождет, а вот обувь я бы присмотрел себе. Ой, вот он какой-то, ну, рок, ну, джаз, трилский, знаю, тут местечко одно, думаю, это все оригинал, вот это смеют еще эти, блин, одноклассники, не на любом, так, вот, это как раз то, что мне и надо, о, а, ассирис, д-д-д-3, беру, да, как раз буду с вами модным, купить. Ну, смотрел с этих тиктоков хайперских, снизу теперь черти что, надо исправлять эту молодежь неокрепшую, понакупают брендов эти, значит, и ходят хайпуются, нет. Ну что, чувачок, не хочешь выглядеть зашкварно, да? Так давай мы все-таки с тобой решим, что не стоит брать на весну, лето 24-го года. Меня зовут Захар, тут все о модных движениях, погнали. И список самых заезженных и зашкварных пар открывает, конечно же, ассирис д-3. Я бы сказал, что это родоначальник всех дутых пар, так как данная модель вышла аж в 1999 году. Со временем эта пара доработалась до вида, которые, в принципе, мы имеем и сегодня. Но вы спросите, да почему именно эта модель? Ты такой хейтер, не любишь дутые пары? Данные кроссовки почти у каждого встречного хайп-парика. Ее очень сильно расфорсили в один из моментов, и благодаря пальшопам все стало еще гораздо хуже. Действительно, интересная пара стала самой заезженной на сегодня. Ну а далее пройдемся по дрил-авиации, вторая пара Nike Shox TL. Не покупай данную пару ни в коем случае, чувак, я тебя просто очень сильно прошу. Казалось бы, хайп на данную пару прошел где-то в 2021-2022 году. Но я же также вижу чувачков, которые на серьезных намерениях вносят эту пару и по сей день. Технология Shox, которая должна была быть упругой и с просто отличной амортизацией, оказалась полнейшим говничим. Которая разваливается, ну, буквально за первые же полтора-два месяца. Заваливается нога, никакой речи о комфорте. Да, силуэт весьма прикольный, весьма интересный, но точно не в 2024 году. Плюс ко всему, данная, так скажем, пружина начинает со временем трескаться и просто кроссовки начинают дико-дико вонять. В общем-то, по поводу данной пары вы поняли все сами, поэтому просто забываем. Ну а также за шкварным и неуместным может быть оформление вашей странички в словно ВК, Инстаграма, Ютуба, а также всех других соцсетей. Благо, я знаю человека, который поможет вам все это исправить в кратчайшие сроки. Бон-карт. Это красочные арты, логотипы, граффити, всякие баннеры, все, что возможно. Действительно, за копейки. Парень в теме уже более четырех лет и действительно отдает должное своему делу. Возможно, ты видел его работу и просто не догадывался, что это могут делать и наши ребята. Работы прикрепляю и крайне рекомендую. Ссылочка в описании, где-то пока не поздно. Ну а далее, друзья, я думаю, вы ждали, да? Вы ждали. Конечно же, Nike Air Jordan 4, которые есть даже у бомжа, не говоря про всех остальных. Опять же, переизбыток данных пар благодаря фальшопам. Но также от себя могу отметить каменную подошву. Действительно, неудобная пара на ежедневную носку. Необходимо помнить о том, что пара вышла аж в 1989 году. И с тех пор практически почти никак не подвергалась изменениям. Кроме того, для производства данной пары не применялись какие-то особые технологии. Для зала, ну, возможно, еще куда-нибудь шло, там, баскет погонять. Но точно не для повседневной носки. Четыре пальца, четвертая пара DC Core Graphic. Недорогая и весьма привлекательная модель, я вам скажу, вышедшая аж в 2009 году. Стала одной из самых покупаемых на сегодняшний день. Несмотря на ее и так невысокую цену, в районе там 70 долларов плюс-минус, ее палят как только можно. Я ежедневно встречаю данную пару в своем поле зрения. И как бы это, ну, не совсем окей, если ты хочешь как-то выделиться. Если говорить про оригинал, то действительно могу сказать, качественные материалы, отличное исполнение. Единственное, скорее всего, придется привыкнуть к весу данной пары, потому что он весьма внушителен, если переходит с каких-то обычных, там, текстильных пар. Хорошая, но весьма, опять же, зафоршенная пара. Поэтому я бы советовал тебе присмотреться к другим конторам, ну, или, как минимум, к другой модели от данного бренда. Nike Air Force One, в частности, какие-то стандартные колорвей, черный-белый, базовые Force. Кто бы что ни говорил, но что мы имеем сейчас, это полное говнище. Тем более, за такие деньги. Я бы не сказал, что они стоят прям, ну, совсем дешево. Все равно, за них придется отвалить где-то в районе 130 долларов. Мало того, что верх выполнен из куска дермантина, а точнее говна, они очень маркие, неудобные, несмотря на то, что баллон у нас так же встроен вовнутрь. Нога в них не дышит. И через 2-3 месяца, возможно, даже меньше, они просто выглядят ненадлежащими. Ну, опять же, если за ними, конечно же, они ухаживают. Да даже если ухаживать, в принципе, они недолго, как проживут. А как у нас люди? Пришли с работы, кинули, потом опять же утром проснулись, надели и погнали. Не спорю, что они сочетаются практически совсем, но, блин, давай уже что-то другое думать. Шестая пара Adidas Forum Low. Выбирают данную пару по критерию цена, качество, удобство. Но я просто вам обязан сказать, что в данной паре вы не будете выглядеть как-то особенно. Это что-то на грани нормального и, ну, не зашкварного, а больше заезженного силуэта. Но если же выбор стоит между форсами и формами, то, конечно, берите формы и вообще не партись. Носить вы их будете гораздо дольше. Заломы образуются на любой обуви, но они будут видны гораздо меньше. А по цене формы еще дешевле, чем форсы. Про Кампусы 2.0s, про Кну Скулу от Вэнс, также про Изики 350-е. Я даже говорить не буду, это неуместно. Вы сами все знаете. Далее, они настолько заезженные, ну, просто отвратительнейшие пары. Не смотрите вообще в их сторону. Изи 450. У меня нет слов. Мало того, что цена, как минимум, спайсовая, так и по дизайну похожа на манту и хинкаль. Буквально на днях я ходил на тренировку в зал и увидел данную пару на человеке. Я просто еле сдерживался. Ну, в моем понимании, здравый человек не наденет данную херню. Просто отвратительный силуэт. Ничего не могу сказать хорошего. Вторая пара в данном списочке. Reebok It's Topham Furrow. Отвратительный, опять же, силуэт. Данную пару можно частенько заметить на каких-то недомодниках. Максимально ужасный силуэт и дизайн пары от Reebok. Эта модель максимально неудобная, жесткая. Ногавник сидит, ну, как бы вам сказать, немножечко тоже не ахтит. Ну и цена в 150 долларов за них, так что немножечко не совратно. Третья пара. Adidas Strupper. Именно Strupper. Данная пара продается и до сих пор. Видимо, Adidas решил не париться и сделал такую же относительную, убогую пару, как и Nike, в частности, Monarch. Они выглядят максимально дешево. В принципе, как и стоят. Хотя стоят они, ну, я бы не сказал, что прям совсем дешево. Я никогда вам не посоветую купить данную пару, если за вас не покупают мамочину. Но если купил мамочину, то это святое, придется купить и приедать. Четвертая пара в данном списочке, Nike Monarch, Martin Rose, это Питер. Скорее всего, даже обычные Monarch будут смотреться лучше, чем это убожество. Ну, в принципе, это весьма неплохой стартап, при котором ты отдаешь кроссовки своей бабушке. Она ходит на них месяцок-другой, отдает тебе пару, ты его перекрашиваешь в глянцевый розовый и пуляешь по 250 долларов. Если ты думаешь, что это гораздо круче базовых монарков, то тебе пора лечиться, наверное, мой дружок. Ну и закрывает нашу подборочку Nike. Парарарам! VaporMax, 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 как хотите называть, и все равно это говнище. Я говорю про все модели VaporMax, 360+, Плюсы, флакниты. В общем-то, весь ряд. И смотря, что пара позвонируется под бег, она максимально непрактична и неудобна в повседневной носке. У меня как раз есть такая вот пара флакнитов, могу вам показать на их примере. Нога в них быстро устает, стоишь как будто на бутылках за счет вот этих вот баллонов. Также нога постоянно заваливается туда-сюда. Тут еще более-менее, кстати, вот в 360+, это точно есть, я точно знаю и точно проверял. Кроме дизайна, в них абсолютно ничего нет. Скрип и вечный риск пробить баллон. Если вы уже все-таки захотели приобрести что-то из конкретно дрилового, то присмотрите все-таки к теночкам. Они будут гораздо удобнее, нежели чем вот эти вот говнодалки. Ну вот и все, мой дорогой друг. Я рассказал тебе свою личную подборочку и в заключении хотел бы сказать тебе одну важную фундаментальную вещь. Не забивай себе голову, носи, что нравится, с чем нравится, вообще без разницы, всем на тебя похер. Кайфуй от жизни на 1 и получай удовольствие. Ну а если ты хочешь одеваться в брендовые вещи, плюс ко всему дешево, я тебе крайне рекомендую наш телеграмм для ребят с России и наш инстаграмм для ребят с Беларуси. Подписывайтесь. Все самое интересное сможете найти там, также ссылочки все эти в описании. Я с тобой прощаюсь, давай кулачка, пау! Я погнал! Я погнал!